От начала времен Господь учил, чтобы стать Его народом, мы должны быть одного сердца и одного ума. Спаситель также провозгласил две великие заповеди в законе. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и возлюби ближнего твоего, как самого себя». И, наконец, вскоре после организации церкви, Господь повелел святым навещать бедных и нуждающихся и оказывать им помощь. Что же общего во всех этих заповедях? В них говорится о том, что мы должны любить друг друга и служить друг другу. Фактически, это и есть суть ученичества в истинной церкви Иисуса Христа. Отмечая 75-летие церковной программы обеспечения благосостояния, мы вспоминаем о целях этой программы – помочь членам церкви, помогать самим себе и становиться самостоятельными, заботиться о бедных и нуждающихся, и служить людям. Церковь с помощью своих ресурсов помогает прихожанам заботиться не только о собственном физическом, духовном, социальном и эмоциональном благополучии, но и о своих семьях и других людях. На чин епископа возложена особая ответственность – заботиться о бедных и нуждающихся и управлять этими ресурсами на благо прихожан. В его работе ему помогают кворумы священства, общество милосердия и особенно домашние учителя и навещающие сестры. Общество милосердия всегда было неотъемлемой частью программы обеспечения благосостояния. Когда в 1842 году пророк Джозеф Смит организовал общество милосердия, он сказан женщинам – это есть начало лучших дней для бедных и нуждающихся. Он сказал сестрам, что цель организации – облегчение участи бедных, неимущих, вдов и сирот и исполнение всех благих намерений. Они готовы излить еле и вино на раненое сердце страдальца, они готовы утереть слезы сироты и наполнить душу вдовы радостью. Он также провозгласил – общество сестер могло бы вдохновить братьев на добрые дела, сподвигнув их заняться нуждами бедняков, находя объекты для проявления милосердия и прислуживая им. Благодаря этой помощи можно скорректировать мораль и укрепить нравственные устои общества. Сегодня мужчины и женщины в церкви сообща участвуют в оказании помощи нуждающимся. Носители священства оказывают существенную поддержку тем, кто нуждается в духовном руководстве и помощи. Домашние учителя с вдохновением благословляют жизнь людей и приносят благословение Евангелия в каждую семью. Кроме этого, они делятся своей силой и талантами и в других областях, помогая нуждающимся семьям с ремонтом, переездом или поиском работы для брата. Президенты общества милосердия посещают семьи, оценивая их потребности, чтобы сообщить о них епископу. Вдохновленные свыше навещающие сестры присматривают за сестрами и семьями и заботятся о них. Часто они первыми приходят на помощь. Сестры из общества милосердия обеспечивают пищей, оказывают милосердное служение и постоянную поддержку в период испытаний. Члены Церкви во всем мире, в прошлом и сейчас, с радостью используют умеющиеся у них возможности служения. Совместными усилиями мы помогаем бедным, голодным, страдающим и страждущим, таким образом спасая души. Каждый епископ имеет в своем распоряжении хранилище Господне, которое наполняется по мере того, как верные члены Церкви отдают свое время, таланты, навыки, сострадания, материалы и финансовые средства, проявляя заботу о бедных и созидая Царство Божье на земле. Мы все можем внести свой вклад в хранилище Господне, платя наши пожертвования от поста и предоставляя епископу все свои ресурсы для оказания помощи нуждающимся. Несмотря на стремительно меняющийся мир, принципы обеспечения благосостояния со временем не изменились, ибо эта истина явлена свыше. Когда члены Церкви и их семьи делают все возможное для своего обеспечения, но все же не в состоянии удовлетворить основные потребности, на помощь готовы прийти Церковь. Краткосрочные потребности удовлетворяются незамедлительно, а затем составляется план, помогающий нуждающимся стать самостоятельными. Самостоятельность – это способность обеспечить себя и свою семью всем жизненно необходимым в духовной и материальной сфере. Повышая свой личный уровень самостоятельности, мы увеличиваем способность помогать и служить ближним так, как делал это Спаситель, служа нуждающимся, больным и страждущим, мы следуем примеру Спасителя. Когда в своей заботе о других мы руководствуемся любовью, нашим служением становимся Евангелием в действии. Это совершенные проявления евангельских принципов, это чистое благочестие. Выполняя различные церковные призвания, я была покорена тем, какую любовь и заботу проявляют епископы и руководители общества милосердия к своей пастве. Когда я служила президентом общества милосердия Кола в Чили, в начале 1980-х годов страна переживала глубокий кризис, и уровень безработицы вырос до 30%. Я наблюдала, как героические президенты общества милосердия и верные навещающие сестры творили добро в такой сложной обстановке. Они словно олицетворяли стих из книги-притчей 31-20. «Длань твою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся». Сестры из малообеспеченных семей постоянно помогали тем, кто, по их мнению, нуждался больше. В тот момент я яснее поняла слова спасителей из Евангелия от Луки, 21-3-4. «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». Несколько лет назад, будучи президентом общества милосердия в Аргентине, я наблюдала ту же картину, когда страну поразила гиперинфляция, а последовавший за ней экономический коллапс затронул многих наших верных членов церкви. Я увидела это вновь во время недавних поездок в Киншасу, в Демократической Республике Конго, Антана Нариву, на Мадагаскаре и Булаваю в Зимвамбе. Повсюду прихожане, в частности, сестры из общества милосердия, продолжали укреплять веру, поддерживать прихожан и их семьи, и помогать нуждающимся. Как это замечательно, когда смиренная сестра или брат выполняют церковные призвания, идут в дом, где царит бедность, горе, болезнь и страдания, и приносят мир, помощь и счастье. Где бы ни находился приход или небольшой приход, какой бы по численности ни была группа прихожан, у любого члена церкви во всем мире есть такая возможность. Это происходит ежедневно, и это происходит где-то прямо сейчас. Карла – молодая мать двоих детей. Ее муж Брент много работает и тратит на дорогу один час в одну сторону. Вскоре после рождения второй дочери она рассказала такую историю. «В тот день, когда я получила призвание служить советницей в обществе милосердия нашего прихода, я почувствовала растерянность. Как же мне взять на себя ответственность и заботиться о женщинах в нашем приходе, когда я изо всех сил стараюсь выполнять призвание жены и матери весьма активной двухлетней дочери и новорожденного ребенка? Когда я размышляла над этим вопросом, заболела моя дочь. Я не знала толком, как ухаживать за болным ребенком и одновременно за новорожденной дочерью. Именно в тот момент ко мне неожиданно пришла одна из моих навещающих сестер, сестра Воздан. У нее были взрослые дети, и она знала, как помочь ребенку. Она сказала, что нужно делать, а сама пошла в аптеку за лекарствами. Позже она организовала встречу моего мужа на вокзале, чтобы он смог быстрее вернуться домой и помочь мне. Ее помощь, которую я считаю внушением от Святого Духа, ее готовность служить, стали столь необходимым для меня уверением от Господа в том, что Он поможет мне выполнять мое новое призвание. Небесный Отец любит нас и знает наши конкретные обстоятельства и возможности. Хотя мы ежедневно в молитве просим Его о помощи, обычно Он удовлетворяет наши потребности через других людей. Господь сказал, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Чистейшая любовь Христова проявляется в бескорыстном служении. Помогая друг другу, мы обретаем опыт освящения, который возвышает получающего и смиряет дающего. Он помогает нам стать истинными учениками Христа. План обеспечения богосостояния всегда связан с применением вечных законов Евангелия. Воистину, это оказание помощи по примеру Господа. Будем же по-прежнему стремиться внести свой вклад в хранилище Господне, благословляя других. Я молюсь, чтобы Господь благословил каждого из нас великой милостью, милосердием и чувством сострадания. Я молюсь о том, чтобы возросло наше желание помогать и поддерживать менее удачливых, страждущих и тех, кто испытывает страдания, дабы удовлетворить их потребности, укрепить веру и наполнить сердца благодарностью и любовью. Пусть Господь благословит каждого из нас, дабы мы соблюдали Его заповеди, жили по Его Евангелию и ходили в Его свете. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok